Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире канал Медиаметрикс и авторская программа Медицина народного доверия. Сегодня мы будем обсуждать, я бы сказал, крайне интересную тему. Это безоперационное лечение таких гинекологических распространенных заболеваний, как эндометриоз и миома матки. И в гостях у меня мега-специалист, доктор медицинских наук, руководитель отделения Хайфу КМК-клиник Хитрова Алла Николаевна. Добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие коллеги и просто слушатели! Ну, я никогда не отхожу от своих привычек. И мой первый вопрос всегда, как вы пришли в профессию? Как вы выбрали такую непростую область? Потому что то, чем вы сейчас занимаетесь, оно как-то у вас на грани. Не просто функциональная ультразвуковая диагностика, да, еще и применение такой технологии, как Хайфу. Наверное, вы не сразу к этому пришли. Так и есть. Я уже такая старая, что начиналось все в далеком 88-м году. Тогда Москва закупила несколько аппаратов УЗИ для диагностических центров. Это были первые аппараты УЗИ, фактически. Тогда не было специальности вообще ультразвуковой диагностики, как факты. Не было учебников, не было специалистов, не было методических рекомендаций, не было протоколов, не было ничего. И передо мной стояла дилемма после клинической ординатуры. Оставаться лечебником или мне предложили заниматься такой совершенно новой вещью для России. Я, конечно, выбрала новое, естественно. И проработав какое-то время в диагностическом центре, меня взяли на кафедру, как кафедру. Она еще только создавалась, я пришла, еще ее не было. То есть вы у истоков стояли, фактически. В 89-м мы еще были в рамках клиники радиологии, а в 90-м была создана кафедра ультразвуковой диагностики бывшего ЦИУ, ЦИУ врачей, институту совершенствования врачей. И вот я стала первым ее ассистентом и очень помогло знание английского языка. То есть мы по крохам собирали знания, набирались опыта. Наконец, начинали первые курсы обучения специалистов, потому что перед нами стояла цель обучить врачей УЗИ, создать специальность. И, наконец, по мере накопления опыта появились первые учебники, первые практические руководства, первые методички и все такое. Затем, да, мы читали рекции, вели практические занятия, все как положено. Затем я ушла в Медцентр Банка России, там 20 лет работала заведующим отделением, довольно большим. Ну и через почти 20 лет мне стало безумно уже скучно. И мой шеф, академик Назаренко, он на одной из международных конференций услышал про вот такой интересный метод, хайфу. Это high-intensive focused ultrasound или лечение опухолей под контролем ультразвука, с применением ультразвука высокой интенсивности, сфокусированного ультразвука. Вот такая вот методика появилась. И мы тоже достали все, что можно по этой методике, и нам удалось уговорить руководство банка купить нам машину. Это, наверное, первая машина была? Это была первая машина в России. То есть мы фактически стояли совсем у истоков вообще этого метода. Да, это была первая машина. И я поехала... Ну, в общем, машину купили, и я пропала. Просто пропала. Потому что вот эта возможность лечить опухоли человека в глубине его тела, не разрезая его, и не делая никаких проколов, не вводя кучу электродов или проводников. Это фантастика. Да, мне казалось, что это фантастика. Это так завораживало. Вот. И я поехала учиться в Китай. Но там возникли проблемы, потому что на китайском языке нет латинской анатомии. Есть только китайская анатомия. И наш переводчик с китайского на русский, она не медик. И она ничего не могла сказать вообще. Я сначала рисовала органы, там, что-то показывала своим китайским учителям. Ну, мы очень плохо понимаем друг друга. Очень. Я же была первая из России. И дело сдвинулось с места только тогда, когда нашли англоговорящего профессора, который в Америке какое-то время жил. И тогда мы нашли общие точки. Там же используется латинская анатомия. И всё сдвинулось с мёртвой точки. Я получила какие-то знания, я их переварила, пропустила через себя. Потом мы долго стреляли уже дома в мясо, в курицу, в фрукты, чтобы понять, куда что движется в аппарате. Там нужно очень хорошее пространство иметь воображение. Ну, и потом уже я, по мере того, как в Москве закупили ещё две машины в Центр Пирогова и в ЦИТО, я уже своих коллег обучала и своих врачей в Медцентре Банка России тоже обучала этой методике. А методу сколько лет с него? 2009 год установка машины. То есть, 2009 год, совсем новый метод, можно сказать. Ну, да, если учесть, что, например, 100 лет существовала радикальная простатоктомия, и только последние 20 лет она признана золотым стандартом лечения раку простаты. Может быть, наверное... Но мне очень хочется, чтобы мой метод, этот метод пораньше, чем через 100 лет, вошёл в практику медицинскую в России. Широко вошёл. Да. Широко вошёл. В каком-то малазийском Центре Репродуктологии за полтора года, с декабря 2019 года по сегодняшний момент, провели 300 хай-фо-операций. Понимаете? 300. Это в одном Центре? Да. Малазийский Центр Репродукции, Акушерцогинекологии и Репродукции. А вообще, кто лидер в этой технологии? Вот кто активно развивает её? В России я понял, что это вы. Ну, почему? У нас паритет, у нас есть ещё Руслик Сергей Владимирович, есть специалист Виктория Геннадьевна Салтыкова. Я имею в виду в гинекологии. Ну, в гинекологии, да, нет, ну, есть ещё Катерина Слобожанкина. У нас есть достойные люди. Ну, начали вы фактически. Ну, начало начало. То есть вы как бы основательница. Ну, послушайте, если у вас есть такие достижения, почему бы их не признать? То есть вы являетесь человеком в России, который обладает наибольшим опытом применения технологии хай-фо в гинекологии. Почему, как говорится, если вы это умеете делать, если вы стояли у истоков, почему... Ну, как бы гинекологии. Я три года занималась поджелудочной железовой пищей. Почему это не признавать, как бы... В институте Герцена. Понятно. Ну, уже после этого стали появляться наши научные статьи, методички по хай-фу. И мы стали печататься в крупных изданиях, в книгах, в руководствах, главы издавать по неинвазивной абляции с помощью хай-фу. Вот так вот. Понятно. То есть так вы как бы пришли к этой технологии. Давайте теперь поговорим про суть этого метода. Вот для нашей аудитории я не устану повторять, что аудитория медиаметриксы, она очень умная. Несмотря на то, что, как говорится, нас слушают, ну, наверное, какая-то доля врачей есть, но в большинстве случаев это не врачи, но люди очень интересующиеся медициной. Не могли бы вы вкратце рассказать про суть метода? Суть такая. Имеется линза, излучающая ультразвук. Линза вогнутая. Так. И, естественно, она излучает ультразвук высокой интенсивности. И, естественно, ультразвук из-за вогнутости линзы фокусируется в какой-то точке. Эта точка называется точка фокусного расстояния. И пока ультразвук проходит через ткани, органы, через кожу, через всё-всё-всё, что есть в организме, до опухоли, он, так же, как и диагностический ультразвук, ничего плохого не делает. Никакого воздействия отрицательного не оказывает. Ну, он не может так оказывать. Да, да. И лишь в точке длиной 7 и шириной 3 миллиметра происходит концентрация ультразвуковой волны. И вот эта энергия ультразвуковой волны переходит в термическую энергию. В тепловую энергию. В тепловую энергию. И за секунду температура повышается от 70 до 90 градусов. Что происходит с тканью? Денатурация происходит. Да, денатурация, коагуляционный некроз. Мы не выжигаем, мы свариваем опухолевую ткань. Что нужно отметить, что важно? Что мы не можем шмалять по нервам, кишкам, костям, органам жизненно важным, магистральным сосудам. Нам этого не надо ни в коем случае делать. Поэтому в этот аппарат хайфу с линзой лечебной встроен диагностический аппарат ультразвуковой. И поэтому мы за всем следим в режиме реального времени. То есть вы снайпер еще к тому же? Снайпер, да. Снайпер, медицинский снайпер. Да, мы должны учитывать все. Три на семь миллиметров, вы сказали, да, это как бы такой серьезный прицел, если взять органы, да, например, матку. Нет, ну, мемт у нас большая или опухоль поджелудочная тоже бывает по семь, по восемь сантиметров. То есть прицеливаться приходится несколько раз, я правильно понимаю? Тут важно правильно уложить больного, чтобы найти оптимальный акустический доступ, чтобы не мешались петли кишечника, чтобы мы их могли отодвинуть там специальными баллонами, чтобы не попадали, допустим, кальцинаты в аорту, в аорте не попадали в этот акустический путь, конус в этот, потому что они очень сильно поглощают энергию кальцифицированной ткани. И может произойти, просто вывалится бляшка из аорты, будет, хотя это не описано. Но китайцы нас предупреждали об этом. Китайцы, они так просто не скажут. Наверное, понимаете, мы уже учились на их опыте, поэтому нам было легче, потому что мы избежали всех возможных страшных осложнений, которые они там описывали. Через которые, наверное, они прошли. Думаю, что прошли, потому что иначе бы они не описывали перфорации, кровотечения и так далее. А какие условия нужны для проведения этой процедуры? Потому что всегда, помимо возможностей, помимо качественного оборудования, которое у вас есть, помимо ваших рук и вашего мозга, который все это контролирует, какие возможности? Я имею в виду, пациенты, например, с повышенной массой тела, возможно эту процедуру делать? Ну, считается, что до 110... Ну, 110 уже хороший вес, если до 110 мы можем делать? Мы можем делать, потому что больше, во-первых, стол перестанет двигаться... А, ограничение, я понял, по весу. Но это даже не так важно, мы можем вот так уложить, что она не будет стол двигаться, не нужно будет двигать стол. Другое дело, что линза, она имеет фиксированное фокусное расстояние, например, 18 или 22 сантиметра. Ну, в зависимости от диаметра линзы и её кривизны. И поэтому мы можем, если опухоль, например, локализуется на задней стенке, да ещё загиб матки есть... Есть ограничение, не достанет. То мы можем не достать фокусом вот этой опухоли. И если ещё живот 9 сантиметров толщины подкожно-жирового слоя, можем не достать. Для этого мы всегда проводим предварительную разметку. Вот приходится, к сожалению, приезжать женщинам к нам, и мы никогда не говорим, что... Да, вот теоретически ваш узел подходит, мы МРТ посмотрели, узишки посмотрели. Но окончательное решение я буду принимать после того, как положу вас на аппарат кайфу. То есть если вы достаёте, да, то вы понимаете уже... Я должна обеспечить безопасный акустический доступ, чтобы он не было подпаянной кишки к ребру матки или к яичнику, чтобы яичник не был в поле инсонации фиксирован. Потому что, ну, представьте себе, если женщина хочет... Сварить яичник. Да, репродуктивно. Это мы с вами отдельно поговорим, это очень интересная тема. Нет, сварить яичник. Мы не будем варить яичники никогда, потому что мы их видим, и по яичнику мы бить не будем. Ну, иногда трудно дифференцировать субсирозный узел на тонкой ножке. То есть он может как бы отходить от основного тела матки. Прямо чем взять женщину на операцию, я её просто под микроскопом изучаю на ультразвуковом аппарате с хорошим высоким разрешением. Потом я беру МРТшки, открываю их и сопоставляю то, что я вижу с МРТшками. Потом я беру на аппарат Хайфу и смотрю доступ, чтобы мне ничего не мешалось. Никакие кишки, чтобы узел был в пределах достигаемости, фокусного расстояния. Там есть приспособления, которые позволяют давить мягкие ткани, но это тоже не бесконечно. Нам желательно не давить ни на что, чтобы не было ожога в коже. А вот линзы, они меняются? Да, есть три линзы в распоряжении. То есть в случае чего, если вы вдруг в какой-то ситуации не достаёте, да, вы линзу можете поменять? Ну, да. Меня этот вопрос интересует. Ну, в основном мы, поскольку у нас совсем не китайские женщины, мы сразу работаем на максимальное по фокусному расстоянию. То есть сразу, да. Потому что она обеспечивает 22 см спокойного проникновения. А ну, когда наоборот идут субтильные дамочки, то приходится... Что приходится менять, наверное, на меньшее. Да, чтобы меньше фокус был, меньше фокусное расстояние. Понятно. Теперь такой вопрос. Смотрите, пациенты бывают как бы после миомектомии. Вот насколько рубцы пропускают эту историю, то есть ультразвуковой сигнал? Ну, грубые рубцы – это для нас большая головная боль. Потому что если рубец плотный, спаян ещё с подкошкой и с, не дай бог, с узлами, с маткой, не смещается. Ну, главное – пульпаторное ощущение. То есть если он мягкий рубец, то мы можем его взять. Он пропускает ультразвук. Почему? Потому что он не пропускает ультразвук и очень сильно нагревается сам. Может быть, ожог кожи, а туда внутрь не пройдёт. Либо ищем другой акустический доступ. Ещё как-нибудь сверху берём, например. С другого боку, что ли? Да, бывает так, что нам приходится опухоль миому задней стенки переводить в миому передней стенки. То есть мы идём выше и отклоняем матку в эту сторону, получается, к удальней. И он становится, узел как бы передний, то есть он ближе к инсонирующей линзе расположен. Ну, то есть это всякие технические моменты, которые мы оцениваем при разметке. Ну, надо быть очень высоким профессионалом, чтобы всё это оценить. Это серьёзная история. Понятно, что для вас это привычное дело. У меня ещё такой вопрос. Вот смотрите, узлы же, они как бы бывают различные по плотности. Узлы бывают различные по, допустим, вторичные изменения. Наверное, вторичные изменения, когда происходит поддавливание узла, нарушение оттока, размягчение узлов. Ну, наверное, несколько хуже происходит обработка. Нет, как раз наоборот. То есть если плотный? Хуже всего поддаётся обляция клеточная миома, так называемая. Белая миома в Т2 взвешенного изображения по МРТ. Клеточная миома. Та, которая интенсивно накапливает, гиперинтенсивно в Т2 и ВВИ, и которая интенсивно накапливает контрастный препарат в Т1. Которая, видимо, интенсивно и растёт. Да. Это такая вот молодая, злая, клеточная миома. А вот миома с дегенеративными изменениями, с преобладанием фиброзной ткани, лечится на раз. Потому что там практически сразу идёт и кавитация, и серошкальные изменения в ультразвуке. И нам порой очень немного времени нужно, чтобы... То есть именно серая миома лучше всего? Серая и тёмная миома. И тёмная миома. Да, лучше всего лечится. Мы можем лечить и, допустим, белые миомы. Но, во-первых, я вот говорю, не бывает идеальных методов. Вот, например, в этом случае, если клеточная миома есть, и женщина всё-таки хочет сохранить матку, можно, например, первым этапом сделать МА при гиперантенсивной миоме и при высоком накоплении в артериальную фазу при МАРТ. Вот прекрасный метод МАР. Или, например, сделать введение лебедового, если копит не в артериальную, а в венозную фазу. Ну, это уже наши особенности. Это врачи разбираются в этом. И больному, наверное, не нужно это всё знать. Нужно узнать только то, что перед операцией надо делать разметку и смотреть, как и что. Смотреть снимки, смотреть УЗИ, смотреть УЗИ в СДК с Дублеровским картированием. Для того, чтобы не напасть на эту клеточную гиперантенсивную миому, потому что она лечится, на неё нужно в три раза больше энергии. И поэтому с ней сложно работать. Либо всё-таки иногда уже, когда совсем белая миома гиперантенсивная, гораздо выше по интенсивности, чем миометрия, мы отправляем на первоэтапный МАР. Ну, вот у меня тогда такой вопрос возник. Ведь если мы сравним эти два таких фактически, ну, и, скажем так, почти неинвазивные методы, да, хотя МА там инвазии как бы есть. Вопрос в болевом синдроме. Вот после, я думаю, что многим нашим зрителям и слушателям это будет интересно узнать. Всё-таки особенно интересно будет тем, кто прошёл процедуру эмболизации маточных артерий. Вот. Насколько эти процедуры конкурентны? Потому что всё-таки после эмболизации постэмболический синдром это основная, одна из основных проблем, с которой сталкивается пациент. Да. В случае МАА адекватное обезболивание – это просто жизненно необходимый этап лечения. Ну, просто это такие боли, которые пациенты описывали. Да, да. Вот. И есть, конечно, схемы, которые позволяют это преодолеть. Вот. У меня есть коллеги, которые очень красиво всё это делают. Но в большинстве случаев первая жалоба – это постэмболический синдром. Что Вы скажете по поводу Вашей процедуры? Нет. У нас большинство женщин, полежав в палате часа три, спокойно красятся и уходят домой, садятся за руль и едут. Ну, то есть красота просто. Да. Просто красота. Единственное, бывают боли, когда мы лечим задние узлы, которые близко к крестцу лежат, на крестцовом сплетении. Вот там бывают боли, но обычно они длятся пару часов. И, опять же, из клиники больные уходят без них, потому что мы проводим адекватное обезболивание. Вот. А иногда длятся до трёх-четырёх дней, тогда мы назначаем НПВП и обычные анальгетики, не какие-либо там наркотические, а именно обычные самые анальгетики. Это вот бывает достаточно такого, чтобы вот болевого синдрома, чтобы совсем было плохо, чтобы мне звонили. Я всегда держу связь с этими больными, они мне могут звонить в любое время. И мне обычно не звонят. Я прошу отзвон первый делать после первых месячных, и обычно звонят вот в эти сроки. Просто рассказать о том, как проходят первые месячные. То есть, по поводу боли, особых жалоб у них нет. Практически 90% пациентов уходят из клиники на своих двоих, садятся за руль и уезжают. Ну, вот это очень важно. Я бы хотел, чтобы мы нашим зрителям вообще рассказали схему, логистику. Вот есть пациент, который прочитал про вашу процедуру или, допустим, услышал нас в эфире. И как бы какие действия, какой список анализов нужен для того, чтобы выполнить эту процедуру. Сколько визитов к вам нужно. Например, вы сказали, что нужна разметка. Наша задача, как бы рассказать про преимущества, недостатки этого метода. То есть, пациентов обманывать, конечно же, нельзя. Но то, что вы рассказываете, это просто красота на самом деле. И мы с вами поговорим сейчас еще про эндометриоз. Потому что такая обширная проблема, особенно эндометриоз. У женщин, которые не осуществили свою репродуктивную функцию. Это вообще отдельная тема для разговора. Там можно целую передачу делать. Но вот все-таки, как? Пациентка к вам приходит на первый прием. Вы, естественно, ей делаете ультразув. Всех вы пациенток на МРТ отправляете? Вы знаете, я сейчас жалею больных с деньгами. Ну, как бы деньги есть не у всех, а родить хочется многим. Если я вижу, что при цветовом доплеровском кортировании нет кровоток. И вижу дегенеративные изменения. Ну, какие-то полостюхи в этом узле небольшие. Я знаю, вижу, что это, скорее всего, фиброзный узел с дегенерацией. Я не отправляю. Я знаю, что он будет черный на МРТ. Или серый. Вот, если же мы имеем дело с обильной висклюризацией узла, то тут уже без вопросов вперед с песней на МРТ. И только потом мы решаем вопрос. Если больная настаивает на проведении хай-фу без МРТ, то я ей объясняю, что, возможно, потребуется, во-первых, длительное лечение. Это будет 3-4 часа. Не полтора, не два. И, во-вторых, возможно, потребуется долечивать этот узел. Дело в том, что одним из важных преимуществ хай-фу является возможность повторять хай-фу столько, сколько надо. Почему? Потому что хай-фу не ионизирующим излучением не обладает. То есть оно безопасно. Да. Оно не требует введения каких-либо игл, не увеличивает риск дистеминации опухолевого процесса, потому что мы не только миому и аденомиоз лечим. И раки поджелудочные, и раки печени первичные, вторичные. И много чего ещё. Вот. Поэтому ультразвук можно повторять столько раз, сколько надо. Это не вредно для организма. Абсолютно. Вот. Поэтому мы просто таких женщин с белой миомой, мы их предупреждаем о всех рисках, которые могут быть дальше. Вот. И... Обследований какие проходят ваши пациенты? Обследования стандартные. Общий анализ крови, мочи, коагулограммы, ЭКГ, флюорографии. Ну, фактически как на операцию? Чуть меньше, может быть? Чуть меньше, во-первых. Во-вторых, ну, если есть уже отметка в паспорте, через... С группой крови. Да. Это всё, и можно обойтись без этого. И у гинеколога нужно взять мазок на цитологию и на ВПЧ. Типирование, собственно говоря. Ну, и осмотр гинеколога, конечно, желателен для того, чтобы там не было какой-нибудь противной эрозии, неречной. Ну, ультразвуковое исследование я делаю сама, поэтому... Понятно. Поэтому никуда отправлять не нужно. Коллеги, вот, например, в Пироговском центре гинекологи требуют ещё проведения пайпель-биопсии или, допустим, выскабливания. Ну, я считаю, что, например, женщинам с аденомиозом выскабливание, это моё личное убеждение противопоказано. Просто диагностической целью. Ну, если нет гиперплазии, как бы, какой-то, то смысл выскабливания, это просто дополнительное повреждение, как бы, стенки матки. Ну, во всяком случае, китайцы, они не проводят никаких ни пайпель-биопсии, ни выскабливания. Я считаю, что это излишнее. Достаточно ультразвук сделать, если нет никаких признаков гиперплазических. Ну, изменение срединного маточного эха, если оно не увеличено, то не требуется, как бы, какое-то вмешательство в виде гистероскопии с раздельно-диагностическим выскабливанием. Всё очень у нас с вами складно получается, но любой метод, он, наверное, не исключает возможности осложнений. Давайте поговорим про них. Их может быть при каждом методе больше или меньше, да. Если мы возьмём хирургию, миомэктомию, особенно лапароскопическую миомэктомию, то она предусматривает наложение лапароскопических швов. Это, в принципе, такая потенциально опасная операция, потому что, как бы, и пациента нужно, как бы, наклонить в состояние тренда Ленбурга, да, и жировая клетчатка может мешать операции, и, как говорится, и кишечник может мешать. Не всегда пациентка бывает адекватно подготовлена. Какие проблемы возникают при технологии хайфу? И возникают ли они вообще? Камиль Рафаэльич, я бы хотела ещё добавить, что это вот сложности интероперационные у хирурга. А есть же ведь ещё рубец на матке, который потенциально опасен в родах. Конечно. И при вынашивании беременности. Вот этих недостатков мы лишены, потому что мы свариваем узел, и он остаётся в стенке матки. Такой плотненькой-плотненькой структуры. Он редуцируется за 10-11 месяцев до, фактически, 20% от первичного объёма опухоли. То есть на 80%? Да, это за год столько должно смущаться. Это нормальная редукция. То есть ещё раз резюмирую то, что вы сказали. Примерно на 80% узел уменьшается. Да, но он не испаряется никуда. Он не испаряется, он остаётся на месте. Он плотненький очень. Он ничего не даёт, не нарушает эластичность в миометре. Ну, как... Что очень важно для женщин, которые планируют... Как сейчас самовидная косточка. Да, что очень важно для женщин, которые планируют в перспективе... Это не тонкий рубец, который может дать осложнение в родах и дать разрывы матки. Так что в этом плане вот... Понятно. Немножко лучше. Вопросы ожогов вы говорили. Да. Есть у нас осложнения. Описано осложнения в виде перфорации, кишки, повреждения седоричного нерва, потом кровотечения. Они описаны. Но это не в вашей практике. Они на 10 тысяч операций описаны в единичном случае и на самой заре развития становления метода. И в основном это вот китайцы описывают и приходится с китайского даже переводить. И вот так вот это все мигрирует из работы в работу, эти осложнения, из руководства в руководство. Ну, они описаны. Просто описано, что такое было когда-то. Да, что такое было. Ну, сейчас принято это описывать. Ну, это правильно. Послушайте... Ну, просто проценты очень маленькие получаются. Ну, это хорошо, что маленькие. Вот с 2009 года у меня в практике были только ожоги кожи. Ожоги кожи первой и второй степени. Один раз у меня при лечении метастазов в печени был ожог третьей степени, потребовавший... Ну, третий-четвёртый. Мы удалили этот кожный стермент. То есть, фактически, как секвестр, да, был такой? Иссекли, наверное. Самое интересное, что ожог происходит не прямым излучением, а обратным от ребра. От ребра отражался ультразвук, и как раз ожог получился по типу свиной кожи. Такой вот кусочек. Ну, были. Ожоги были. Они... Вот в клинике КМК за два года был ожог. Один ожог первой степени. Это что такое? Ну, это ерунда. Это покраснение. Покраснение просто кожи, да. После которого, ну, самое большое... Помазал, и всё. Возникает гиперпигментация на очень короткий период. Потом всё сходит. Понятно. Очень хотелось бы услышать какой-то кейс интересный. Что-то можете рассказать? Вспомните из своей практики. Ну, самое главное ведь не убрать миому, а основной контингент женщин приходит к нам, которые запустили свою миому и не могут родить. Они страдают невынашиванием, беременностью. Просто не прикрепляется... Деформация идёт полости матки, не прикрепляется плодное яйцо. Вот. И поэтому самый интересный для нас случай это не клинические основные эффекты в виде уменьшения менометророгии, уменьшения болевого, синдрома, восстановления гемоглобина крови и железа в крови. Да? Вот эти вот основные. Это всё то, что отмечается буквально через одну менструацию у женщины. Очень эффективный метод в плане клиники. Узел смерть сморщивается медленно, но кровообращение, кровоток в узле мы выключаем моментально. И поэтому на следующие месячные женщины с удивлением отмечают, что они перестали быть обильными и болезненными. Она перестаёт терять кровь. Но самое интересное для нас это, безусловно, репродукция. Почему? Потому что вот у нас, например, в нашей среде репродуктологов в России откуда-то взялся миф о том, что у нас после хайфу идёт истончение эндометрия. Откуда взялся этот миф, я не знаю. Потому что не надо бить по эндометрию, если женщина собирается рожать. Надо защищать его, отходить от него. Вопрос технологии. Как проводить эту процедуру? Ну как, грамотно проводить? Я к этому и веду разговор. Проводите грамотно, отходите, отступайте от эндометрия, защищайте его, не подходите к нему близко. Если вы собираетесь женщину отправить на какую-то процедуру репродуктивную. Вот. И поэтому наши китайские собратья, которые очень тоже возмутились с этим мнением, оно, очевидно, все-таки из Европы пошло, они проводили сравнительные исследования двух групп, женщины, кому давали хайфу, кому не давали хайфу, которых лечили традиционно, и измеряли уровни гормонов АМГ и половых гормонов в той и той группе. Оказалось, что никакой достоверной разницы между двумя группами нет. Это говорит о том, что никаким образом репродуктивную функцию, гормональную функцию женщины хайфу не воздействует. Истончать энтометрия не может. Другое дело, что у нас в России принято так. У вас миома? А, идите, наблюдайтесь, 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 наблюдайтесь. Сколько-то лет много прошло, женщин 45 лет, миома выросла, ну, у вас надо удалить матку. Вместе с маткой. Это очень частая история. Это частая история. Она не хочет удалять матку, но АМГ у нее уже ниже принтуса, и как она, какой у нее должен быть эндометрий в этом случае, если у нее репродуктивного овариального запаса уже нет. Вот вам ситуация, значит, такая вот, с тонким эндометрием. Если бы эти же гинекологи погнали бы женщину, когда у нее миома была всего 5 сантиметров или 6, и мы ее сварили бы, и она бы не мешала прикреплению плодного яйца, и вторую бы сварили, и третью, которая появилась, то к этому моменту, когда до женщины дошло, что ей надо родить, она бы не имела миомы, не имела бы этих проблем. Понимаете? Вот такая вот ситуация. А насчет примера, вот в самом начале, буквально, в 10-м году у нас были первые роды, после хайфу. Была крупная, 6-сантиметровая пришеечная миома. А мы неприятные такие области. Да, да. И при операциях всегда неприятный, риск кровотечения существует. вот так. Вот, мы ее сварили. Она страдала хроническим невыношением. То есть, все время у нее выкидывался на ранних сроках. И вот, мы сварили ее, и через 10 месяцев она беременеет и рожает нормального ребенка. Но поскольку, значит, врачи в Одинцовском роддоме понятия не имели, что такое хайфу, они все-таки не знали, как там этот узел выглядит, что там вообще есть после хайфу. Может, там рубец такой же образовался, как после кесаревой или мемктомии. Они сделали кесаревую. И во время кесаревы ребеночка достали и узел удалили. И вот все, что от него осталось, я бы так сказал. Да, остатки. Именно, потому что он уже был два сантиметра всего в диаметре. Редукция была хорошая, нормальная. Женщина молодая и кровоток возле был достаточный. Шейчные узлы они вообще хорошо кровоснабжаются. И я поехала за этим гистологическим материалом. Необычная была гистолог, сказала, я первый раз такое вижу. Какая-то вот желтая труха образовалась внутри этого узелка. Ну, то есть полный некроз. Макроскопический дедрит. Но только не жидкий, а уже уплотнившийся. Вот такой интересный случай. Потом у нас было еще двое родов. И сейчас у меня в клинике КМК ходит больше 20 недель. Тоже такая же возрастная женщина с низким АМГ. все-таки сумела она забеременеть. Ну, у нее поставили какие-то риск пороков развития. Хотя макроскопически у нее на УЗИ не видят пороков при скрининге. Наверное, просто биохимический скрининг, там какие-то отклонения есть, поэтому, наверное, поставили. Ну, я думаю, это не из-за совсем не из-за хайфу, а из-за возраста. Потому что то ли 47, то ли 48 лет. Понятно, что возраст уже такой, когда уже надо задумываться. Смотрите, мы с вами очень много интересного сегодня обсудили. Главное, что мы дали возможность нашим зрителям понять, что это уникальная технология, что это технология будущего, да, это, ну, как я, я как хирург, мне, конечно, немножко грустно, да, думать, что вот то, чем я занимаюсь, то ремесло, оно как бы уходит в историю. Но это надо признавать, и это нормально. Мы должны... Это слышать от хирурга просто... Мы должны, мы должны, как бы, делать все в интересах пациентов. И, конечно же, если нужно будет делать моей пациентке хайфу, конечно, я им эту методику предложу, потому что мало кто из женщин, я уж не говорю про удаление матки, вообще, как бы никто не хочет оперироваться. Человек, когда здравомыслящий, он как представит, как это все выглядит. Понятно, что ощущения еще те. Поэтому хочется вам задать мой заключительный вопрос. Мы сегодня много с вами обсудили. какая у вас мечта? Знаете, я уже в том возрасте, когда я могу себе позволить созерцать жизнь, помогать своим близким, родным, заниматься своим здоровьем. Но меня все время мучает вот недоделанное дело. потому как не получил этот метод, пока должного, не завоевал должных позиций, должного места в практике, в медицинской. Потому что везде этот метод широко используется. в США, в Израиле, в Европе, во всех странах, в каком-то паршивом малайзийском центре репродукции за полтора года сделали 300 хайфу. У нас, как женщины услышат про хайфу, идут к гинекологам. А гинекологи не знают, что это такое? А гинекологи не знают, что это такое. И говорят, зачем вам это нужно? Да это еще никто не знает, что это такое. Ну вот, поэтому я еще работаю. И хочу все-таки вот ради этого работы в основном. Понятно. Спасибо вам большое. Очень было интересное интервью с вами. Я надеюсь, что наши слушатели и зрители прислушаются к вашим советам, почитают про эту методику. И мы с вами как бы эту методику внесем свою толику в то, чтобы эта методика распространилась на территории нашей страны. Спасибо большое. А нашим зрителям здоровья, успехов, до новых встреч. Спасибо.